Всем, салютик, с вами Павел Князич, или же Мандаринчик, ну а также Бумжик, и сегодня, как и обещал, эти два голубка поженятся. Хочешь использовать новые промокоды, но не знаешь, где их найти? Переходи по ссылке в описании на мой сайт и листай вниз. Рабочие промокоды как для компьютерной аватарии, так и для мобильной. Используй эти промокоды, пока время их не истекло. Но и это еще не все. Также ты можешь заказать рекламу на этом сайте. Жми на кнопочку заказать и выбирай товар на свой вкус. Ссылка в описании. Мы будем целоваться, да? Конечно же, а как мы еще сможем пожениться? Не знаю, а что. Только с помощью моих больших губ мы забабахаем свадьбу. Понял. Но целоваться надо там, где энергия, а энергия там, где можно жрать. Поэтому пошли в кафе. Хорошо. Кстати, если ты не заметил, то бумжик у нас теперь не в майке-алкашке, как обычно. Он у нас теперь в рубашечке, в красивой рубашечке. Давайте-ка угостим бумжика и надеюсь, что он угостит нас в ответ. Слушай, давай угощай меня. Сейчас. Сейчас это через час? Не забывай, мы сюда кушать пришли. На свадебной еде сэкономим. Ты же бомж? Бомж. Ну давай, угощай меня. Я же бомж. Давай не отговаривайся, я тебя накормила уже. Ну, ладно. Вай, спасибо. Теперь ты покорми меня. Приятного. Спасибо, сладенькая. Не за что, пупсик. Пупсик? Пупсик! Пупсик. Тебя это слово так прикалывает или что? Хе-хе-хе. Пупсик. Понятно. Мы здесь пока друг друга угощаем, потому что я не хочу тратить свои три золотые монеты на восстановление своей энки. Потому что я в прошлый раз просрал... Да не только в прошлый раз. Буквально всё золото просрал на энергию. Это очень плохо. Я не хочу, чтобы повторилось это вновь. Нас, кстати, тут ещё какие-то посторонние лица угощают. Видимо, нас узнают. Ну, точнее, только мандаринчика узнают. Потому что это я здесь гвоздь программы. А это всего лишь бомж. Ладно, бомжик тоже молодец. Вот он меня угощает. А между прочим, у Нин такой уж и бомж. Откуда у него столько денег тогда? Слушай, ты там на кольце-то всё... Оставь. А то на тортике всё серебро уйдёт. Так и не поженимся. Надо, кстати, себя тоже угостить. А то чё это про себя любимого-то? Не забываем. Я самодостаточный мандаринчик. А теперь будем целоваться. Конечно, бомжик, всё для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Мор и океаны для тебя. Что с тобой? Стаса Брутайлова вспомнила. Бабушка моя любила его слушать. Ой, смотри, тортик. Ом-ном-ном. Я тебе сейчас дам. Ом-ном-ном. Что ж, мы на полпути к свадьбе. И вот ещё просто через несколько поцелуйчиков мы станем помолвленными. Ну, точнее, сначала девками и парнями. А потом уже помолвка будет. А потом уже свадьба. Ой, загуляем. Стол накроем, лимонад на него поставим. Сердючку включим. Осталось ещё найти двух каких-нибудь удолбанов, которые подерутся на свадьбы. Какая же свадьба без драки, да? На твоих глазах творится романтика. Как воссоединяются два одиноких парусника. Первая и вторая половинка, хотя мандаринчик вроде целый. Но не суть, у любви нет логики. Поэтому просто наблюдаем, как два нуба целуются. Нам просто ничего не остаётся делать. Ещё немного, вот прям чуточку-чуточку ещё осталось. Губы не подведите меня, не подведите. Губы больши... А в смысле? Не-не-не, иди нахрен. Официант, тортик. Немедленно ещё один тортик. У бумжика, похоже, тоже всё закончилось. Ага, всё. Развиваем отношения. Встречаться, конечно же, встречаться. О! Ха! Мы теперь пара. Зашибумба. Так, закатай губишу обратно. Ты чё удумал? На свадьбу ни-ни. Я просто таю. Блин, и что мне с тобой делать? В тазик собрать? Ну, не знаю. Пацан. Кольца гони. Да, пожалуйста. Это случилось. Это случилось. Бумж предлагает тебе свою руку и сердце. О-о-о-о-о-о-о. Я сейчас заплачу. Согласится. Конечно же. Просто, это свершилось. Наконец-то. Этого мы долго ждали. Поэтому ура, празднуем. А-да-да-да-да-да. Это я просто схожу с ума от радости. Я просто не знаю, что ещё. Тебе норм? Нормально. Пошли свадьбу бомбить. Жди меня. В смысле? Ты куда? К-куда? Ха-ха-ха. Какого хрена? Бумжик. А как же тортик? Свадебный тортик. Так, стоп. О, Вася в сети. А куда бумж пошёл? Бумжик. Женишок. Ты где? Ах ты, гнида, ты чё делаешь? В смысле, какого хрена? А может он готовит сюрприз? Может быть. А-а-а пошли к Васе. Пошли к Васе. Его пригласим. Он нас поженит. А ещё он будет свидетелем. Вася! О, привет, Вася. Ха-ха-ха. Вася, у меня к тебе предложение. Какое мана? А вот такое мана. Ты поженишь меня и бомжика, а ещё ты будешь свидетелем. А он баклажан купит. Да. И не забудь, ты ему скидку обещал, если он на мне женится. Без вопросов. Вот, тогда пошли. Пошли, мана. Так, у бомжика квартира не закрыта. Вах! Это просто дечто. Бумжик-то, оказывается, у нас серьёзный парень. Просто романтик. Он к свадьбе прям серьёзно отнёсся. У нас даже голубок есть. И что самое главное? Чай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чай. Где свадебный торт? Нахерен свадебный торт. Только чай. Никаких закусок и запивок и прочего-прочего. Только чай. Для мужа и жены. Я так понял, розовенькая моя. Хе-хе-хе-хе. Не могу. А, кстати, где твой тортик? Где твой тортик? Съел. А он что здесь делает? Я из компании Васин Баклажан Индастриз. Мандаринчик меня позвал, а чей-то бы я вас женил. Круто. Не на каждой же свадьбе усатый баклажан и магнат женит кого-то. Хорошо. Вот и ладушки. А ладушки? Ну, давайте, наверное, готовиться. Смотреть на меня. Оба! Я потик. Ой, не надо, пожалуйста. Так, нам еще осталось свадебное событие создать. Надо подавиться свидетель-свидетельница. Хотя, может быть, сейчас создадим событие и пригласим, значит, свидетельницу, потому что один свидетель у нас есть. Вася! Так, а кто создавать должен вообще? Свадьба, бум, жа и ман, да, ринки. Ну и все. Вся свадьба. О! Все классно просто. Все замечательно. Теперь можно пожениться, да? Слушай, бумжик, ты че какой неактивный? Чего? Для такого торжественного события твой жених должен быть одет в праздничную одежду? А это что, не праздничная, что ли? Он в этом вруб... Ну ладно. Рубашка что, не праздничная? Одень костюм, Ирод. Одет я. Мне пишут, что нет. Кто? Блин, игра! Ладно. Слушай, мне кажется, что на столе не чай. Судя по заторможенности бумжика, я тоже так считаю. Бумжик, ты там скоро? Ага, бумжик уже выбрал свой наряд. Вах, какой красавец! Вася, ты тоже давай, по-праздничному. Я и так праздничный? Хорошо. Бумжик, давай создавай события, там ко мне в квартиру приходят, а не сюда. Здесь голубь, и ты старался, делал комнату. Сейчас. Подожди, а че так банально? Просто свадьба. А как же это? Свадьба, мандаринки и бумжика. Нет, у меня событие лучше было. Ладно, похорен, главное, чтобы пришли. Ну-с, ждем-с. Судерс. В свадьбы с... Да. Что-то какой-то невеселый. Влюблен, потому что в тебя зайкует. Давайте быстрее, мана. А куда спешить-то, мэн? Какой мен? Не продаю я никакого мена. Вася, это значит мужчина. Ага, спасибо, мана. Думаю, достаточно набралось. Пошли же под венец! Только голубя не заслоняй, он красивый. Вайп. Дорогие мои, мы собрались здесь, чтобы проводить в новую жизнь два влюбленных сердца. Запомните, мана, мы друг от друга так же неотъемлемы, как две половинки бакляжана. Если кто-то против ентого брака, выскажитесь или заткнитесь нахерем. Раздавлю! Ну здесь мои полномочия закончились. О, Никитка, привет! Ты что, ублюдок, делаешь? Свадьбу, придурок. Мы же любили друг друга. А, за что пинать по мандаринчикам? Негоже. А хотя знаете что? Какая же свадьба без драки? А я-то волновалась. Ура! Ай! Это смешно, когда это происходит не с тобой. Хнык-хнык, Никитка. Всех гостей распугал. Поговорим. Поговори. Хоть ты со мной. Задолбал. Ой. Ой. Никитку выгнали? Вот это поворот. А он, кстати, вроде как всех выгнал, нет? Бомжик, ты что охренел? Ты зачем всех выгнал? А как же свадьба? Свадьбы не будет. Это почему? Кольца были, поцелуи были, драка была. Что еще нужно? Реши уже, наконец, с кем будешь жить. И... Меня бросили. Меня все бросили! Мандаринчика все бросили! Прямо на свадьбе, охренеть! И все из-за этого Никитки. Голубь. Только мы с тобой остались здесь. Да? Голубь. Голубь меня понимает. Блин, еще и мандаринчик виноват, оказывается, во всем этом. Нет, я в этой хрени сейчас разбираться не буду. Пошло ну все нафиг. И Бомжик меня не выгнал, кстати. Он меня не выгнал, он сам ушел. То есть, выставили мандаринчика виноватым. Как так-то? Ладно. Хочешь продолжения? Давай-ка пять тысяч лайков. И выясним, в чем дело. Какого хрена происходит? Возможно, даже опять придется делать выбор. Между Бомжиком и Никиткой. А пока мандаринчик чувствует себя в безысходности. Ну и давай ради мандаринчика подпишись на мой канал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер князеча тоже подписывайся. Ссылка в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись ему себя на странице. И не забудь оставить комментарий под этим видео. Всем поки. До свидос. Вот и все. Теперь вы можете насладиться лучшими комментариями под прошлым видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А я пошел баклажаны продавать. Субтитры сделал DimaTorzok